Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества Олега Шаманина направлено в Архангельский областной суд. Вскоре он и еще три участника предстанут перед судом. В ходе допроса Олег Шаманин и обвиняемый, скрывшийся от органов следствия, свою вину не признали и отдачи показаний отказались. Два других обвиняемых вину признали и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Шаманину грозит вплоть до пожизненного срока. О происшествиях в рубрике «Протокол». В поисках денег на сигареты и алкоголь решилось на вооруженное преступление. На этих кадрах 42-летняя женщина ожидает такси на Карла Маркса накануне в 5 утра. Северодвинка планирует уехать на работу. В этот момент из-за угла выходит женщина с пистолетом. 34-летняя злоумышленница попыталась вырвать сумку, но жертва оказалась не из робкого десятка. После неудачной попытки ограбления женщина не спеша скрылась. Ее задержали после обеда. Девушка, которая была потом установлена, искала, где найти себе сигареты в утреннее время. Найти нигде не смогла и решила похитить у кого-либо сумку. С этой целью она взяла с собой пневматический пистолет, натянула шарф на лицо, стянула шапку пониженную глаза, ну и подошла из-за угла к потерпевшей. Подозреваемая ранее не судима, нигде не работает. По ее словам, пистолет нашла, когда дворником убирала улицу. Он был не заряжен. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские установили, жертва и горе-грабитель соседи. Ранее женщины общались. В день ограбления не узнали друг друга. В регионе разыскивается 49-летний Лебедев Роман Валентинович. Северодвинец в последнее время жил в Каргополе. Последний раз его видели 22 декабря прошлого года. У мужчины рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, темные. Был одет в черную куртку, штаны, полуботинки и кепку. Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Романа Лебедева, полицейские просят сообщить по номерам, указанным на экране. 24 преступления совершили 6 северодвинцев, включая 3 несовершеннолетних. Полицейские передали уголовное дело в суд. В ходе следствия выяснилось, молодые люди от 16 до 21 года воровали на дачах и в автомобилях. Из подъездов забирали велосипеды, угнали автомобиль. Краденое продавали, на машине покатались и бросили. Ущерб от всех злодеяний составил 178 тысяч рублей. Преступления совершались в вариациях данной группы. Одно преступление двумя участниками, другое тремя. У одного из участников порядка 20 эпизодов преступной деятельности. В отношении него, соответственно, выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские установили, самый старший участник группы, а также один из несовершеннолетних, ранее судимый за угон автомобиля. Главарю банды грозит до 7 лет лишения свободы, другим до 6 лет. Все находятся под подпиской о невыезде. Известно, что в банде состоял и школьник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова